Друзья, привет! Сегодня обсудим горячие темы, произошедшие на инстапоприче за последнее время. Гусейн Гасанов подался в сферу исполнения желаний. Теперь он... Колдун, еб***ь! Новосибирский Трэвис Скотт отныне не рэпер, а учитель в сфере СММ. Как неожиданно и как приятно. Чекалины в это время не сбавляют обороты и уже совместно с банком мутят новые схемы по отъему денег с людей под прикрытием бесплатного курса. А лорд Елена Блиновская устанавливает статуи со своим ликом в городах России. В общем, стоит кринж и позор все так же сочаться из всех щелей этой сферы. Держимся стабильно. Сейчас мы с вами все разберем, но перед началом сделаем небольшое отступление на рекламу. Думаю, многие же из вас понимают, что вести свой канал на ютубе это не такое уж и простое занятие. Да, кому-то может показаться, да что там, сел 10 минут поболтал перед камерой, загрузил видео и свободен. Но как бы не так. На деле же перед съемкой нужно проделать большой объем работы. Определиться с темой, изучить материалы, выбрать из этих материалов самое необходимое и потом уже перейти к сценарию, не говоря уже о постпродакшене. Ну то есть перед тем, как сесть перед камерой и снять этот самый 10-минутный ролик, приходится анализировать очень много информации. По сути, ютуб-блогеры это своего рода аналитики данных, а вообще аналитик данных это одна из самых востребованных профессий в эти сфере. Я посмотрела, сейчас средняя зарплата аналитика 150 тысяч. Если вы планировали освоить профессию в этом направлении, то с этим вам поможет онлайн школа Skill Factory. Обучение подойдет даже новичкам, так как начнете вы с элементарного освоения, например, Google таблиц, а уже в процессе сможете перейти к Power BI и дашбордам и приступить к реализации крутых проектов на примере популярных бизнес-моделей, например, онлайн-магазинов, игр или такси. Учеба проходит в удобном гибридном формате. Это короткие видеоуроки, тест на закрепление знаний и живые вебинары. Куратор группы вам напишет, если вдруг вы отстанете по программе и не даст вам забросить учебу. Что же касается преподавателей, то обучать вас будут специалисты из Яндекса, Озон и ВКонтакте. Кстати, если вдруг вам кажется, что в IT работают в основном мужчины, то это совсем не так. Большое количество женщин находят себя именно в аналитике. Так что переходите по ссылке в описании и записывайтесь на курс по анализу данных. А по моему промокоду «Ютубная» вас ждет скидка 45% и подарок курс «Soft Skills» для диджитал-менеджеров. По уже сложившейся традиции, перед началом попрошу вас поставить лайк. Спасибо. Ну а теперь начнем и, пожалуй, с чекалиных. Ребята, всем привет! Всем привет! Привет! Эти ребята после того, как научили нас зарабатывать на своем курсе по заработку и похудели нас на своих марафонах похудения, решили наконец заняться нашей финансовой грамотностью. И у нас сейчас большинство людей в кредитах и долгах как раз потому, что в школе финансовой грамотности не преподают. Вот, а это нужно исправлять. И исправлять это нужно именно экспертам. Ну, то есть им, инстаграмным инфобизнесменам. Суперэкспертами своего дела. Я лично к этому шел, наверное, где-то 6-7 месяцев. Они просто тут неожиданно выяснили, что у людей есть потребность в хорошем доходе. Ну и по доброте душевной решили нам это дать. Начали они с инвестиций. Просто понимаете, лерчики спать спокойно не могут от осознания того, что их аудитория все еще не инвестирует и, как следствие, не зарабатывает на этом большие деньги. А вы, я думаю, помните, как их трясет от того, что мы с вами зарабатываем не миллионы. Вот тут должна быть ставка. Вот мне просто интересно. Вы что, не хотите больше зарабатывать или что? Что вас останавливает от покупки курса? 6 декабря мы начнем, поэтому обязательно те, кто хотел, те, кто верил, те, кто ждал, не упустите эту возможность. Ура! Так эмоционально вещают, как будто денег хочет. Но не тут-то было. В этот раз ничего платить не нужно. Марафон оказался бесплатным. Господи, спасибо вам большое. Да, не удивляйтесь. Не все блогеры делают это с целью изречения прибыли. Кто-то и на благо общества трудится. То есть я уже говорил, что я не тот человек, который гонится за деньгами. Браво. Так держать, молодец. На сей раз обойдемся без кредитов. Так что выдыхайте. Пока можно продолжить спокойно гасить рассрочки от прошлых 8 курсов. Нет, ну а в целом молодцы. Такое большое дело сделали. И главное, не кичиться же тем, что сделали курс бесплатным. Хотя такое сейчас не часто повстречаешь. Ну так, может разок-два обмолвились. Это бесплатно, поэтому бесплатно вам. Рафто бесплатно вам. Бесплатно. Бесплатно. Абсолютно бесплатно. Абсолютно бесплатно. Бесплатный. Другие. Абсолютно бесплатным. Ребят, бесплатный. Все же поняли? Бесплатный. Ну, если не поняли, то ничего страшного. Артем и во время обучения это для закрепления повторит. Что самое главное, почему у всех такое хорошее настроение, то что он абсолютно бесплатный. Но, ребят, думаю, все же понимают, что ожидать от этих людей чего-то бесплатного, ну, явно не стоит. И изучив этот бесплатный марафон, я в этом убедилась. Чекалины создали этот марафон совместно с Альфа-банком. И, соответственно, обучают инвестициям они через платформу банка. А в самых первых уроках они решили, что пока жертва еще разогрета, нужно быстренько переходить к так называемой практике. А именно, открыть брокерский счет исключительно по их ссылке. Прям вот вы делили только по нашей ссылке. Если же вы пренебрегли их реферальной ссылочкой и скачали приложение самостоятельно, то давайте до свидания, идите, бедствуйте дальше. Ну, сказано же было по нашей ссылке. Специально большими буквами написали. Что тут непонятного? Вот мне просто интересно. Просто поймите, Чекалины важно, чтобы Альфа могла отслеживать, сколько человек пришло от них. Зачем? Зачем? Я думаю, понятно. Но к этому еще чуть позже вернемся. К слову, услышав о том, что марафон бесплатный, люди как оголтелые ринулись на него регистрироваться. В нашем марафоне уже говорят во всем инстаграме, на всем рынке курсов о том, что мы сделали за сутки практически 300 тысяч регистраций. Ребят, вы такие мощные, что сорвали все наши серверы. Представьте, как у их коллег по разводу в это время сердце кровью обливается, когда они слышат о таких цифрах. Ну, кто ж не захочет за раз облапошить 300 тысяч человек? И как я уже говорила, бесплатно эти люди ничего сделать не могли. И как только они нагнали сотни тысяч людей на этот бесплатный марафон, тут же было сказано. Готовим бабки, ребятки, начинаем инвестировать. Пожалуйста, приготовьте хотя бы любую сумму, которую вы хотите проинвестировать. Пожалуйста, ну готовьте деньги, а. Причем они дают понять, что было бы неплохо, если бы вы закинули 10% от своего дохода. Ну, то есть тысяч пять или около того. А я напомню, что внесут эти деньги участники по реферальной ссылке Лерчиков. Опаньки. И по счастливой случайности у Альфы есть партнерская программа, по которой, если вы приглашаете людей, и они пополняют баланс, то вам капает до двух тысяч человек. Только у чекальных явно особые условия с банком, поэтому заработают они на этом бесплатном марафоне как следует. Даже если посчитать, что, допустим, чекальные получили по две тысячи за каждого новоиспеченного инвестора, а их было 40 тысяч. Почему не 300? Да потому что, как только люди услышали, что на бесплатном курсе все-таки нужно будет отстегнуть денег, то большая часть из них слилась. Но все же 40 тысяч остались, и с них чекальные по примерным подсчетам заработали около 80 миллионов. А теперь все эти домохозяйки, которых зацепил бесплатный курс, побегут сливать свои деньги на биржу. Там таких как раз любят обувать. Друг чекальных, а по совместительству человек, который не терпит среди своей аудитории людей не с мышлением миллионера, это Гусейн Гасанов. Блогер, миллионер, ближайший друг влиятельных людей, мотиватор, коуч, бизнес-тренер, человек-пароход и пизда... Слышь! Так вот, этот персонаж с какого-то перепуга решил стать исполнителем желаний. Он вдруг почему-то задался вопросом, а правильно ли его подписчики работают с картой желаний. Сидел в кальянной, как вдруг его осенило. Стоп, а что если моя банда неправильно загадывает желания? Блин, что делать-то? И решил разобрать ошибки своих гусят при составлении карты. Вот колдун еб... Вот вы клеите свои карты желаний, помещайте на них картинки домов, машин, но вы делаете это неправильно. Посмотрите на свою цель, удавалось ли кому-нибудь достигнуть подобного. Если да, значит это реально. В общем, Гусейн разработал целую инструкцию правильного составления карты желаний. Поэтому каждая его мечта сбывается. И уже после этой инструкции я работаю с картой желаний, которую разработал по своей системе и специально для себя. Как видите, это работает. Кстати, как вам дизайн? Дизайн пушка, молодец. Банда! Вообще оказалось, что Гусейн ярый поклонник всей вот этой волшебной пыли. Судя по картам, которые он показал, он занимается этим аж три года. Банда, я хочу продолжить тему карты желаний перед Новым годом и специально достал вам показать свои старые карты. Посмотрите, я делал их каждый год. В самом начале я не умел с ними правильно работать и не все мечты удавалось достигнуть. Правда, заголовки как будто одним фломастером написаны. И такое ощущение, что он побыстренько бы их состряпал прямо перед съемкой сториз. И так сойдет. Нет смысла напрягаться, когда собрал вокруг себя аудиторию, которая и так схавает. Гусейн лучше! Гусейн лучше! Гусейн лучше! Четко. Причем, чтобы дать понять, что у него с исполнением желаний все серьезно, он накидал инсайтов. Я понял, что правильно сформулированные цели это то же самое, что в GPS-навигаторе вставить адрес и четко идти к своей цели. И по дороге не мешкаться. Вы понимаете? Нет. В общем, в строю волшебников прибыло. Гусейн создал целую армию людей с мышлением миллионера на своем курсе мышления миллионера. Сейчас решил и по волшебству пройтись. Теперь у него будет вторая орда волшебники. Гусейн лучше! Гусейн лучше! Гусейн лучше! Так что в ближайшее время ждем новогоднего чуда с исполнением желаний от блогера года. Хотя его можно назвать и человеком века. Легенда же. Помните, мы с вами не так давно предполагали, что, скорее всего, Дава прогревает нас к своему обучению. Он тогда еще искал среди своих подписчиков двух человек, которые бы отправились с ним в Дубай. Так вот, эти счастливчики все-таки нашлись. Прилетели они, значит, в Эмираты, и Дава первым делом начал катать их на машине. Это был, пожалуй, их единственный досуг на отдыхе. Ну, потому что потом Дава начал делать с ними то, ради чего он туда, собственно, их привез. Обучать инстаграм профессиям ради прогрева. Ну, как обучать? Сценарий раздал и приказал выучить, как они должны отвечать на его вопросы в сторис. Прокат на тачке и перелет нужно же как-то отрабатывать. Ну, а прогрев от Давы не был бы прогревом от Давы, если бы не был похож на все вот эти заезженные постановы, например, как у Гусейна, Мамаситы, Гуара, Куны и всех вот этих остальных инстаграмных оскароносцев. Как у вас успехи? Как у тебя, Олеся? У меня два клиента, я еще жду еще третью оплату. Я уже реквизиции. Уверена? Да. Сколько ты уже заработала? Ну, если считать с теми, которые придут, 45. Уражник, давай рассказывай, что у тебя творится. Уважаю два клиента. Платил уже? Да, 10 тысяч за две недели. Это за месяц такие суммы? Не месяц, а две недели. Ааа. Я вот даже не удивлена, что ученики Давы по 40 тысяч делают за две недели. Странно только, что не 400. Мои ребята сделали эти результаты меньше, чем за две недели. Да даже меньше двух недель понадобилось. Дава, ну, ты просто гений. Ну, что ж ты раньше от нас скрывал-то свои способности? И вы же понимаете, что такие люди, как SMM-специалисты, не трудятся у станка целыми днями? Самое крутое в работе SMM, это то, что вам нужно потратить всего лишь 2-3 часа времени в день на работу. И все. Если даже у вас есть дети, вы можете их уложить, понянчились, уложили. После этого вам нужен только смартфон и интернет для работы. И все. И работать можете из любого места. Интересно, а из того места, где в итоге окажутся подписчики Давы, жопава, когда оформят рассрочку на его курс, они тоже смогут работать? Вы понимаете, какой масштаб вопроса? Если это видео смотрят SMM-специалисты, вот скажите, как вы за 2 часа в день справляетесь с работой? Нет? Ну, что тут можно сказать? Не у тех людей, значит, учились. Для полного комплекта ему не хватает только фразы, что вы окупите вложение в этот курс за 3 дня. А сейчас только вдумайтесь, курс еще не стартовал, а спрос на моих учеников уже есть. Получается, им даже не придется искать своих первых клиентов. И цену курса они окупят уже в первые недели, причем смело. Просто представьте картину. Пишут за эти тинейджеры какому-нибудь заказчику, и он у них спрашивает, а с чего я должен дать вам денег? А они ему, ну мы учились, у Давы 2 недели в Дубае, а еще на тачке с ним катались. Ни слова больше. Держите деньги. Я так понимаю, это именно так должно работать? Давы ведь. В общем, очередной блогер сделал все по канонам кринж-прогрева. Но не хотят они делать адекватную рекламу. Вот лично им нужно придумывать целые постановочные сериалы. Ну а сделать обучение именно по СММ Давы решил не потому, что у каждого второго блогера есть такое обучение, а он что, похоже что ли? Нет. Просто он вдруг захотел поделиться с нами своим опытом. Все, что сегодня я вам расскажу, взято из моего личного опыта. Это никем-то не придумано, не рассказано, не написано. Из моего личного опыта. Над моим курсом работала целая команда СММ-специалистов. Ну а так это лично его история, да? Целая команда СММ-специалистов. И если вы еще не поняли, что курса, Давы, это просто пушка, то пора бы уже это понять, в конце концов. Правда, вы этого нигде не услышите. Это действительно эксклюзивная информация, которой нигде нет. Тут никто и не сомневается, Дава, твой опыт, это действительно эксклюзив. Если кто не понял, это все сарказм. Какой из Давы СММ-щик? Вы чего? Короче, Дава решил, ну раз позорюсь, создавая такое, то опозорюсь уж по-крупному. Поэтому и начал залечивать людям басни о сказочной жизни СММ-специалистов после обучения у него. Что касается стоимости, то пакеты там по 6, 11 и 16 тысяч рублей. И разумеется, нам всем очень крупно повезло. Цены с такими большими скидками, да еще и рассрочка есть. Все как полагается. Ребят, поверьте, опыт этот вот так вот, где еще вы возьмете? Нигде. Так что я теперь как никогда жду наступления нового года. Потому что в январе стартует курс по самой актуальной в 2022 году профессии СММ-специалист. Разрочка, разумеется, уже оформлена. Елена Блиновская, волшебница, фея и с недавних пор бог Не исполняй мечты. Я исполню только свои мечты. Решила сделать царский подарок своему родному городу Ярославлю. А именно, скульптуру со своим изображением. Но это та самая статуя, которая украшала день рождения Лены на Алтае. Идею которой она еще украла у известного скульптора, поставив туда только свое лицо. Вы прекрасно знаете, что я тот человек, который всегда отвечает за свои слова и поступки. Я обещала подарить эту статую своему городу. Я это делаю. Скажите, кто ее просил установить статую в Ярославле? Кому она это обещала? Напишите в комменты, если среди вас есть люди, которые хотели бы, чтобы статуя Блиновской стояла у вас в городе. Ты золотая рыбка. Ступай себе в Синее море. А мы Ярославле. Сами творим чудеса. А что, если Блиновская войдет во вкус, и вскоре по всем городам России будут стоять статуи в ее честь? И знаете, с ее ЧСВ это вполне возможно. Ведь она кто? Одна из главных инфу-цыганок в стране. Учит исполнять желания и тому, как успешно зачать ребенка. А такие люди у нас сегодня в почете. Вот вы только представьте, как мы с семьями будем собираться и на выходные ездить в Ярославль и другие города, чтобы полюбоваться ликом великой волшебницы Елены. Кайф. Хотя, знаете, я больше чем уверена, что найдутся люди, которые считают Блиновскую реальной феей или богом. И будут только за, если главную площадь их города будет украшать статуя лорда Елены Блиновской. На этом все. Приятные новости закончились. Обязательно оставляйте свое мнение в комментариях. Также я буду очень благодарна за ваши лайки. Ну и, как всегда, попрошу подписаться на канал и ударить в колокольчик, если вы еще этого не сделали. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok